Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Уже из Киева. Я нахожусь в Киеве. И видите, как интересно. Уф, магия! Летаем вообще везде. И раньше люди вообще жили всю жизнь в одном месте и не могли не выехать. Если выезжали уже, то все, навсегда. А сейчас можно за месяц побывать... Вообще весь мир можно облететь за месяц. За неделю можно весь мир облететь. За неделю можно прям спокойно даже, не напрягаясь. С остановками, в гостиницах ночевать. И по кругу можно весь мир облететь. Хорошо, и так, значит, мы продолжаем изучать Тору. И сейчас мы находимся... Находимся мы... Сегодня 10 декабря. Значит, 6-е Тевета. Несколько идей в начале, до недельной главы, из книги Хитас. Хитас это Хумаш, Тейлим, Тания. Всем шалом, привет, доброе утро! Первая идея такая сегодняшняя, очень сильная идея, что написано, знай Бога твоего и служи Ему всем сердцем. Мы в Шмай-Сраэле говорим. Служи Ему всем сердцем, всем сердцем, всей душой. Что значит всем сердцем служить Богу? Сердце это мышление. И мышление человека... Вот я иногда наблюдаю за своим мышлением, думаю, ну почему вообще, откуда все эти мысли? Почему они так переключаются? Вот если вы понаблюдаете за своим мышлением, вы увидите, что мысль, вообще интеллект, он работает абсолютно хаотично. Вот, а у вас, а у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод, вот. И оно скачет с объекта на объект. И почему именно вот это ты выделяешь в данный момент времени, а про остальное забываешь? Просто вообще это непонятно. Полный хаос. И это называется много замыслов в сердце человека. Много мыслей в сердце человека. И действительно, что мысли, они, как Пил Газманов, мои мысли, мои скакуны. Вот у меня, видите, как мысли скачут? Газманов, то, это. А когда человек просто, вот он, у него нет цели никакой. У меня есть цель сейчас вам что-то объяснить, какой-то урок дать и так далее. А если нету цели, то тогда просто мысли скачут, как вообще непонятно как. Теперь говорит нам Любавич Стеребе, написано, а Богу-то надо служить всем сердцем. То есть нужно, чтобы все твое сердце, все твои мысли были направлены к Богу. И он говорит, поэтому это и называется аводаташем. Служение. Авуда это как работа. То есть божественная работа. Ляавод. Написано, служить Богу всем сердцем. Работать Богу всем сердцем. И вот тут как раз весь и смысл. Что, значит, когда ты напрягаешься, это называется работа. И когда ты напрягаешься и удерживаешь свое внимание на мыслях о Боге, это и называется служить Богу. Все. Вот это вот такая глубокая мысль. Теперь дальше вторую мысль продолжает Любавич Стеребе и говорит, смотрите. А как называется человек, который служит Богу? Как он называется? Который полностью подчинил свое эго, свое я, свои мысли, свои желания, свои стремления посвятил Всевышнему. Как называется такой человек? Он называется цадик. Праведник. Значит, он праведник, он цадик, он отказался от своего эго и слился со Всевышним. Отлично. А если он слился со Всевышним, тогда у него нет ни в чем нужды. Потому что Всевышний, его-то и определение, Бог, это тот, у которого все есть. У него нет недостачи ни в чем. Он источник всего. То есть у него нет такого, чтобы ему чего-то не хватало. Он источник, уже из него все. И его главное желание давать, то есть любовь давать, давать добро. И он создает все, дает все, а ему ничего не нужно. Это Бог. Теперь цадик, который слился со Всевышним, ему тоже ничего не нужно. Он не испытывает ни в чем недостатка. То есть он праведник, он слился со Всевышним, все, у него нет недостатка ни в чем. И он молится за других людей. Тогда задает Рэбе вопрос, а зачем, значит, зачем ему молиться? И вообще о чем он молится? Он молится, чтобы они тоже не испытывали нужды ни в чем. Почему человеку плохо? Человеку плохо, потому что ему чего-то не хватает. Теперь есть люди, которым всего не хватает. Им просто плохо. Вот вообще. Вроде бы другой на него смотрит, говорит, да у тебя все есть. А он говорит, нет, мне не хватает. Мне плохо, меня не любят, меня не уважают, ко мне плохо относятся. Мне не хватает. Я боюсь, что будет плохо. Мне сейчас хорошо, но я боюсь, что будет потом плохо. То есть он себе создает у себя в голове недостаток завтра. То есть у него же этого нет, недостатка пока. Но он, значит, как Рабинович сидит, плачет. А его второй друг его спрашивает, Рабинович, что ты плачешь? Он говорит, ты знаешь, я всю жизнь копил на черный день. Я все время боялся, что наступит черный день. Всю жизнь я боялся, что наступит черный день. И говорит, столько накопил. Говорит, сейчас мне страшно, что украдут, раз. И второе, я боюсь, что всю жизнь копил на черный день, а он так и не наступил. Он говорит, когда же он наступит, если у меня все время... Он плакал, то есть он нашел, почему плакать в любом поводе. И вот человек, которому плохо, это значит, что ему чего-то не хватает. Ему реально не хватает. Или он придумал, что ему не хватает. Но в любом случае, вот Наталья Дымарская знает, что любой человек, в какой бы он ни был ситуации, он может сказать, мне не хватает любви. Значит, меня другие люди недостаточно любят. Мне не хватает внимания. Значит, оказывается, другие должны мне внимания, мне его не хватает. Мне не хватает... Ну, можно придумать, чего кому не хватает. Уважение, денег всегда не хватает. Энн Адамет, не бывает, чтобы человек умер, и половина из того, чтобы он хотел, была в его руке. Значит, обычному человеку чего-то не хватает. Правильнику он не испытывает нужды ни в чем, и он молится за других. О чем он молится? Чтобы им хватало. Он говорит, Господи, дай ему, чтобы ему хватало. Но еще он молится, что, может быть, люди-то сами, они поймут, что все, что им надо, у них есть. Вот это то, что Рэбба пишет. Он молится, чтобы они открыли свои глаза и сердца, почувствовали, что на самом деле ни в чем не нуждаются. Вот о чем он молится. Но он задает еще один вопрос, Рэбба, да? А как может тот, кто не испытывает ни в чем нужды, молиться за других? Он же ни в чем не нуждается, ему-то какая разница, в принципе. Но он говорит, что в том-то все и дело. Праведник, который сам лично не испытывает ни в чем нужды, он сливается с теми людьми, за которых он молится, и он начинает испытывать их нужды, их страдания, и он действительно страдает и просит у Всевышнего, чтобы им дал. Понятно, да? Ну, в общем, такая глубокая мысль. Да. Всем шабар, шалом, благословенных выходных. Раиса Васильевна, теща моя любимая, доброе утро. Хорошо. Значит, мудрость Торы на каждый день. Значит, мы сейчас давайте лучше переключимся сразу на недельную главу, потому что мы сегодня успеем прочитать тогда и сегодняшний отрывок, и завтрашний, чтобы закончить главу недельного. Значит, написано так, что Яков, когда он уже решил переселяться в Египет вместе со своей семьей, он послал Иуду, послал перед собой, к Йосефу, и такое слово написано в Торе, леорот лифанав, обучать перед ним. Что значит обучать перед ним? В землю Гошин, и пришли они потом в землю Гошин. То есть, он послал Иуду, чтобы шел перед ними, обучать перед ним. Объясняет нам устная Тора, что он послал своего сына Иуду, чтобы он построил вначале в земле Гошин то, что называется Ешива, место, где будут молиться и учить Тору, для того, чтобы место служения Всевышнему, Ешива. Теперь, Ребб Любавич, он из этого делает целое такое исследование, и он говорит, смотрите, почему Йосеф не мог им все подготовить? Потому что Йосеф занимался бизнесом, он занимался управлением Египтом, он занимался делами этого мира, и тот, кто занимается делами этого мира, он не может по-настоящему глубоко заниматься духовными делами. То есть, я, например, могу сказать, что я в духовных делах любитель такой, спортсмен-физкультурник, да, то есть, я занимаюсь Торой, вот утром помолился, поучился, провел урок, и там вечером чуть-чуть поучился, днем помолился, вечером помолился, но уже очень мало. Я не профессионал в духовной работе, но есть люди, которые, профессионалы, которые занимаются только духовной работой, это люди, которые посвятили свою жизнь, они сказали, я посвящаю свою жизнь Всевышнему, все, я буду только учить Тору, и все, обучать Торе, учить Торе, то есть, это раввины, это посланцы Ребе, это преподаватели Торы, это Абрахим, которые сидят в Ешивах, они посвятили себя на 100% в духовной работе. И Яков послал Иуду, своего сына, он говорит, вот ты, ты основатель Ешивы, ты будешь, значит, заниматься только духовной работой. И, значит, Йосеф тогда, когда приехали они в землю Гошин, они сразу поехали из Израиля в эту отдаленную такой египетский Биробиджан, и Йосеф, он заложил свою колесницу, приехал к отцу своему, и упал к нему на шею, и плакал он, рыдал Йосеф, когда увидел своего отца. Написано, что он плакал, а папа не плакал его. А почему папа его не плакал? Говорит устная Тора, что папа его в этот момент, в момент величайшей радости, когда он увидел своего сына, которого он увидел в 22 года, которого он считал погибшим, но который оказался царем, не царем, премьер-министром в Египте, когда Истраэль его увидел, Яков его увидел, он говорил, Шма Истраэль, слушай Израиль, Ашем Илокей, но Бог всесильный наш, Бог один. Он в этот момент, в момент величайшей радости, он подключился к Всевышнему, и значит, он, вот прямо, он использовал вот этот момент величайшей, величайшей радости, для того, чтобы еще раз в полноте своей соединиться со Всевышним, который ему эту радость дал. и сказал Истраэль Иосифу, сказал он тогда Иосифу, теперь говорит, умру я, он говорит, после того, как увидел твое лицо, потому что ты еще жив. Значит, эта фраза расшифровывает ее устная Тора так, когда Иосиф пропал, Яков, он подумал, что Иосиф погиб, и он очень сильно расстроился, но его было расстройство по двум причинам, он считал, что он где-то очень сильно согрешил перед Всевышним, и Всевышний его за это наказал, то есть, это стало следствием его какого-то большого греха, что сын его погиб, а раз он согрешил, он подумал, что нет у него доли в грядущем мире, что он, наверное, он себя как-то обманывал, где-то он не увидел, где он согрешил, и он впал из-за этого в глубочайшую депрессию, можно сказать, да, все те годы, пока Иосифа не было, у него, он был как бы отсечен от Божественного Духа, от пророчества, он не видел, что Иосиф жив, Ицхак видел, а он не видел, его папа видел, а он не видел, и когда он узнал, что Иосиф жив, когда к нему вернулось пророчество, и когда он увидел, что все его 12 сыновей живы, и он сказал, все, в этот раз я понимаю, что я умру физически, физическое тело умрет, но я буду жить, он говорит, Апам, один раз я умру, то есть, только физически, но духовно я уйду в вечность, И он очень этому обрадовался. И сказал Юсеф и отцу, и братьям своим, я вот тут как раз вся суть Юсефа, я в этом году впервые понял, почему Юсеф был правителем Египта, в чем было его отличие от всех остальных братьев, и в чем вообще отличие великого лидера и управленца от просто людей. Значит, Юсеф, он был великий комбинатор, то есть он видел реальность, он понимал, как думают люди, и он выстраивал целые комбинации, как надо действовать на много ходов вперед с участием многих людей. И вот он в этой фразе опять проявляется этого качества. Сказал Юсеф братьям и дому отца своего, он всех собрал и им говорит, значит, я сейчас пойду, скажу паро, скажу фараону, скажу ему так, пришли мои братья и дом моего отца, которые жили в земле Кнаан, они пришли ко мне. И я скажу так ему, что эти люди, они пастухи, и они все время занимались только одним делом, они умеют только пасти скот, все, в этом их как бы основная сущность, они пастухи овец. И когда позовет вас в паро и спросит вас, какие у вас, чем вы занимаетесь, вы ему скажите, мы люди, мы пастухи, мы пасем скот, только этим мы всегда занимались, и отцы наши этим занимались, зачем так скажите? Чтобы он вас оставил в покое, чтобы вы жили в этом Биробиджане своем, пасли скот, учили Тору, и чтобы он вас не трогал, да? Почему? Чтобы он не увидел, не взял вас на государственную службу, там и так далее, и так далее. Он говорит, это не надо вам, зачем вам это все нужно? Пасите скот, учите Тору, живите своей семьей, и все будет у вас хорошо. Значит, и взял тогда Йосеф, пошел он к фараону и сказал ему, вот пришли мой отец, мои братья и их скот, вот этот мелкий скот, крупный скот, пришли они в землю Гошин. И вот я тебя хочу познакомить, и написано в Торе прямо, что он взял из братьев своих, взял пятерых самых слабых, самых таких неказистых, самых таких вот, ну прямо Устная Тора говорит, он выбрал пятерых самых неказистых. И для чего? Чтобы пароний взял их там ни в армию не взял, никуда, то есть чтобы он сказал, ладно, пасите себе скот, все, и живите отдельно. И в принципе для евреев это очень важно, чтобы не влазить в дела тех стран, в которых они живут, то есть спокойно учить Тору, пасите скот и значит служить Всевышнему, быть народом священников, как Бог и назначил еврейский народ, быть народом священником. Теперь Юсеф, он уже был руководителем, но он, насколько он умел быть руководителем, насколько вот в каждом его слове к фараону есть конкретное уважение, конкретная честность, конкретная, то есть он с фараоном был абсолютно, ну 70 лет он был у него премьер-министром. И фараон, для которого главная была власть, он Юсефа не боялся, он Юсефа уважал, то есть Юсеф умел с ним найти общий язык, но своим братьям и остальным он сказал, лучше не лезьте. Выбрал он этих пять человек, пришли они, сказали, что вот мы пастухи и так далее. И сказал фараон Юсефу так, вот твой отец пришел к братьям, я им все готов дать, пусть живут на лучшем месте, но если есть среди них, значит, аншейхайль, если есть среди них доблестные люди, давай их поставим, значит, там, на какие-то посты. Юсеф говорит, нету таких людей, никаких они не аншейхайль, фараон говорит, ладно, тогда пусть будут ставшими над моими стадами. Отдал им тоже свои стада и говорит, пусть пасут. Все, теперь привел дальше седьмой отрывок, привел Юсеф Яакова, папу своего. Привел он к фараону своего папу и поставил его перед фараоном, представьте, пирамиды, сидит фараон такой. Тут Яаков такой праведник, в белой одежде такой, он старенький уже, да? И пришел паро, и сказал паро фараону, сколько лет тебе, он говорит, сколько же лет тебе, говорит дедушка, просто сколько лет, сколько дней жизни твоей. И сказал Яаков фараону, дни жизни моей сто тридцать шесть лет. Сейчас. Шней мегурей шло шим уме от шана. Сто тридцать лет, мне говорит сейчас. И они были малочисленные и тяжелые, очень тяжелые были годы жизни моей. И не достигли они лет моих отцов. Яаков, он начал жаловаться, есть в устной торе предание, что из-за того, что он начал жаловаться фараону, то ему Всевышний снял, сколько было слов в его жалобе, на столько лет он жил меньше, чем его папа Ицхак. То есть ему снял Всевышний несколько лет, потому что он именно, он страдал в своей жизни. И это очень интересно, что Яаков, он получается все эти годы, когда действительно не было Юсефа, он страдал. И тут он фараону говорит, тяжелые и плохие были годы жизни моей, малочисленные они были. И благословил Яаков фараона, и ушел он от фараона. То есть благословил он его, и ушел он от фараона. Это мы сегодняшний отрывок закончили. Хочу успеть и субботний отрывок, чтобы мы прочитали, потому что здесь есть очень глубокие тоже мысли. Значит, в Айошеве, Юсефе, это Виве, поселил Юсеф отца своего и братьев, и дал он им владение в земле Египта в лучшем месте, вот в этом вот Биробиджане. Кормил он их хлебом и так далее. Вот начинается важная вещь. Значит, что сделал Юсеф в Египте? В Юсефе в Египте, когда он собрал, 7 лет он собирал сытости, все зерно, потом начался голод. Пришли египтяне к нему и говорят, дай нам хлеб. Он говорит, пожалуйста, деньги, утром деньги, вечером хлеб, и все деньги до копеечки, куда пошли? Они пошли фараону. Значит, он все деньги из Египта и из окрестных стран отдал фараону. Фараон вообще не знает, куда деньги девать. Говорит Юсефе, ну ты красавчик, спасибо. Дальше они опять к нему приходят, говорят, все, закончил ли у нас деньги, дай нам хлеб. Он говорит, давайте ваши стада. Значит, все стада перешли во владение фараону. Дальше они приходят к нему и говорят, все, нет у нас уже ни денег, ни скота, ничего у нас нету, что делать? Только земля осталась и наше тело. И он говорит, все, друзья, крепостное право, теперь вы все станете рабами фараону, и вся земля в Египте будет принадлежать фараону. Понятно? Понятно. Все, они согласились. И потом, как раз, когда пришел Яков и благословил фараона, закончился голод. Два года было всего голода. Начинается, они видят, все, значит, заканчивается засуха. Они говорят, дай нам, пожалуйста, денег, не денег, дай нам зерна, чтобы мы посеяли. Он говорит, я вам дам зерно, но давайте договоримся, 20% налог в казну фараона. Вся земля принадлежит фараону, вы принадлежите фараону, 20% в пятая часть готовы отдавать фараону? Они говорят, готовы, все, готовы, мы согласны. Он говорит, все, и таким образом весь Египет перешел к фараону. Все принадлежали фараону, кроме земель священников, которых фараон сам кормил. И, значит, все люди были ему благодарны. Все сказали, Юсеф, вот ты оживил нас, и будем мы, значит, рабами теперь фараону. Спасибо тебе. И так Йосеф спас весь Египет, спас свою семью. И, значит, на этом заканчивается глава. Теперь какой вывод из этого делается? Йосеф это пример проактивности и невероятно умного поведения в этом мире. То есть он умел, он понимал, как работает этот мир, как работает психика людей. Его намерение было создавать. Он был создатель, и он создавал добавленную стоимость. То есть он все время придумывал, как сделать так, чтобы всем было хорошо. И вот это его главное намерение, чтобы было хорошо, он настолько был в этом уверен, и это была его главная сила, что даже когда братья делали ему плохо, он в этом плохо видел тоже, как оно потом переворачивается в хорошо. Поэтому он простил братьев, поэтому он в любой ситуации видел, как ее вывести на позитив. Теперь, дальше, дальше получается очень интересная вещь. Это было качество Йосефа, но при всем при этом духовной работой он не мог заниматься глубоко, потому что он был, его намерение было улучшать этот мир. А Иуда, колено Иуды, да, и еврейский народ, то есть они поселились далеко, построили Ешиву, и, значит, там они занимались в отдалении духовной работой. И вот здесь каждый должен для себя подумать, где он хочет находиться. Потому что, когда ты занимаешься материальным миром, когда ты занимаешься, это постоянная война. Что бы ты ни сделал, в этом обязательно есть какая-то, какая-то вторая сторона медали, да, как вот многие заметили. А вот Йосеф все-таки, он же их в рабство забрал. А что ему было делать? Просто раздать зерно? Просто, то есть, тогда бы фараон ему сказал, а зачем ты здесь нужен? То есть, когда ты занимаешься материальным миром, то ты без... Написано, что власть, например, сокращает годы жизни. И Йосеф, он жил меньше, чем все остальные братья. При том, что он сделал столько добра, он умер первый, и все братья жили дольше. То есть, с одной стороны, власть, слава, деньги, это интересно, это то, зачем все гоняются. С другой стороны, обратная сторона в материальном мире, есть всегда обратная сторона. В духовном мире нет обратной стороны. Ты просто отказываешься максимально от материального в пользу духовного. И у тебя в духовном, ты зато счастлив, ты полон духовных свершений, и у тебя нет обратной стороны. Только что ты отказался от материального. Но если ты в материальном, то даже если ты что-то получил, у тебя всегда есть обратная сторона. Все, всем шаббат шалом, удачи, успехов, хорошего дня. Я считаю, что у каждого из нас есть свое какое-то место в мире, и значит, очень важно именно на этом месте быть счастливым и стараться, как праведники, то, с чего мы начали. Праведники молятся, чтобы у всех открылись глаза, и они увидели, что у них все есть, все, что нужно есть. А то, чего нет, так это человек сам себе часто загоняется, этого нет, этого нет, этого нет. И когда он себя загоняет в то, что ему не хватает, то ему все хуже и хуже. Все, удачи всем и успехов, хорошего дня, шаббат шалом. Счастливо, до воскресенья.